Я хочу познакомиться к нашему коучу, мы позволим им себя познакомиться. Я ЛРОК617, председатель кооп-рантер этого игра, с легендарной «Enemy TV». И я Джонни Го, я никогда не играл эту игру в моей жизни. Смешно, что ты здесь, чувак! На комментаторах есть люди как спидранниш, так и те, кто играет в первый раз и видит. Мы будем подготовлены на простой сложности. Мы получили хит-конфиг, что означает, что мы ставили хрт на врагов, и не друг другу. Мы готовы идти. Я буду играть Хэгар, Спейс будет играть Гай. И я буду ждать нас здесь. Хорошо, мы будем готовы идти. Файл Файт – это серия битэмапов от Капкомов. Даже некоторые персонажи из Файл Файта попадали в тот же Стрит Файтер, например. Сейчас вытаивается третья часть, ну и как по эволюции, третья самая такая навороченная. Я тут недавно, кстати, пытался вторую осилить. Не получилось на последнем встрече. Но, грубо говоря, в чем сюжет? Сюжет такой, в принципе, простой, как немного даже напоминающий Стрит оф Рейдж. В том, что город охватывает криминал. Происходит типичный Детройт, и хорошие парни в главе с Хагаром, который является мэром этого города по сюжету, разрулив всю ситуацию. Тут механика в том, что есть автоматические камбухи, стринги, и для того, чтобы больше наносить урона, после третьего удара стринг канцелится в дэш. А здесь еще такой режим, что здесь настроено так, что нет Friendly Fire, то никакие могут задевать противников и не могут задевать друг друга. Кратская вещь с стрингами происходит, что на четвертый удар, обычно в битэмапах стринга завершается каким-нибудь ударом, который противника отбрасывает, что не очень выгодно. Вовремя канцеля стринг, в начало другого стринга, можно, в принципе, застанлодчить противника, то есть, при всего, в таком состоянии, где он вообще не может сопротивляться. Здесь персонажи, как и в хорошем битэмапе, имеют разные статы, например, Хаггар это самый сильный, а так его достают далеко, но он самый медленный. Гай вроде бы Один из быстрых и камбушных. Да, кстати, тут у донат повысили 900к. Ну, тут классическая вещь в битэмапах, когда ты ждешь противника за экраном. Причем край экрана это довольно такой инструмент, который может сработать как в пользу игрока, так и против него. Тут такой маленький эскипаж, что ломаем дверь и сразу идем в следующую локацию, особо никому не трогаю. Курри, спасибо, шеф. После 4-го ссоры? А я... не знаю, а вот... Черепашки Шреддерс Ревенш, по-моему... А на после 4-го света фрэйш вышла лидом? Кто более в датах разбирается? Тем Шреддерс Ревенш вроде как хвалят. И этот эээ... Риверсити Рэмсон новый. А, Ривер... Риверсити Геоксон, как он называется. Там лучше вторая часть еще вниз. О, сейчас будет большой скип, там и выгон. О, то обратите внимание на вот этот... Ээээ... 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 Прыгнул с этой таблицы, основок автобуса, но они его разрушили. Да, Риверсити Геоксон, там лучше вторая часть, я сейчас не ошибаюсь, когда-то вышло. Так... 15 долларов доната гай впервые задано чуи как же офиген видеть ранее также в этой игре суперки у хагара очень много урон наносит даже на суперка но она очень медленно и отталкивает всех персонажа он мешает канцелить и шинги запомнил что в стритфайтере был коди был гай из файну файта не было хага а кайми я не помню чтобы он был в роста но я не говорю что это плохо сразу не смогли поймать противника в то сцене когда может проводить бесконечно стринги но довели босса до того хп где можно воспользоваться суперка и его добить да да в принципе игры современные включают механику доплаты денег как игровую механику когда как и в стритфайтере здесь есть мини игры где надо что-нибудь сломать вот во второй части файл файта например была просто машина как сказать во втором стритфайтере кстати есть небольшой рофл с первой частью файл файта на супер нитендо то что можно играть только в одного то есть в аркадной версии 5 можно в супер нитендо почему-то решили не добавлять эту функцию окси тут прикольно было что и бог на хагаре чего взял захвата чё нога и сделал суперку над ним кстати говоря тут за следующие несколько ранов тут будет 3 коопа еще вайлдган будет в коопе и пикс мэн а еще зельда будет это уже не тут блок о майдют говорят что diablo 4 вполне годная я не знаю но для меня больше вопрос насколько она лучше 3 часть уж мне механик 3 части не доходил вот здесь донатный инцент на то чтобы воспользоваться колоссом и к менее она другая я подслышал что типа 3 4 diablo и типа diablo 3 и 5 я вообще проспал все стримы когда был или аксесс я хотел посмотреть стримы почему-то дьяволе нашел выспаться комментируем а тут воспользоваться дверью как во втором стрейдже ну я думаю там пройдет месяц посмотрим учетом говорить и какое мнение будет того она стоит не будет там же главный эндгейм один гейми пока вряд ли кто дошел мне интересно что на это по и ответить и а и когда еще два выйдет сейчас уже финальный стейдж кстати многие монстры похожи из предыдущих чистей файла файта но когда как ни странно типа но все равно что-то Гай throws are kind of a meme When we run this Just because they're so ineffective I know they have them back They just look so weird Honestly, space does such a good job Playing guy But it's so easy As you're doing the infinite combo To pick up a guy and do a throw Because all you have to do is press forward And sometimes it just happens For dashing or pressing forward a lot This is looking really good Yeah, I'm liking this We're going to use a little bit more Okay, I'm right by the door here Nah, блин We're going to use the enemies to break this door We're going to go in We're going to see these guys Oh, they're scary Peace We don't want to do this business We're going out of here again Alright, we're just doing that To clear the enemies from this screen So we don't have to fight them They come in waves Alright, that's good We're going to go to the enemy It's just that you're continuing on the same path You just go, oh hey, this spawn Easy Easy E тут еще такая вещь, что где персонажи Находится на экране перед появлением следующей волны мобов и приди откуда они вылезут И, как в другой комнате, мы в, и мы выходим. О, тут есть Андор, давайте посмотрим. Нет, мы не хотим... О, Господи! Он пришел к нам! Он просто хотел к нам! Зашли и вышли. Надеюсь, все придет к нам. Этот парень не пришел, но все нормально. Почему ты против Джонни? Не принимай это лично. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха- Займите, какой это бутемапов, и в нем нет стейджа с лифтом? Тут уже начинаются последние локации. Ой, суперчармы в Д2, это конечно клоунская тема. Я конечно в результате не особо играл, но я активно слежу что там делаю, и как вообще интегра работает. Я же да, клоунская фигня. Покупает? Да, это не оттенок. Вы просто спаунете и не дадите лаг. Ну, еще раз, фигня, фигня, фигня. Это патчет, как фигня, фигня. Фигня, фигня. 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 но тут очень хорошо застакли толстячку как я понимаю с этими чем 2 дьявле лажанули с тем что там топает слишком высоких для такой вещи ну хорошо после у него самый большой урон по сути не не я про вторую дьявол говорю и сандар чарман но я имею ввиду разряд который мирового рекорда зажмем кулачки крестим пальцы ну-ка будет повторение в реку кто-то 2 будет ли еще один мировой рекорд на этом марафоне ща увидим поболеем за чуваков а кто у него напарник а кто за каким свету наверно реверснутая вебка креста тот человек что в чёрной кипке он за хагар а красный за гай какая атака и не главное не не уничтожить за отличный супер время ну-ка сколько а время время идет о мировой код 19.5 если кто хотел увидеть мировой рекорд на марафоне вот вам возможность я хочу не видел особо мировых рекордов на марафонах так что я пока не и запомню что я увидел вживую как побили мировой рекорд